Казбек Коков Казбек Коков Казбек Коков 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 В целях усиления работы по противодействию незаконной миграции на территории Карачаева-Черкесии проводится второй этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024». 2 октября сотрудниками Республиканского МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне выявлено 4 факта нарушения миграционного законодательства России. Установлено 8 иностранных граждан, находящихся в Карачаево-Черкесии незаконно. По административным нарушениям составлены протоколы. В этот же день сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии совместно с подразделением по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России в Зеленчукске проверили ряд строящихся объектов, на которых трудятся иностранные граждане. Нарушений не выявлено. Работа по противодействию незаконной миграции продолжается и находится на контроле у руководства МВД по Карачаево-Черкесии. На базе Кочегу имени Умара Алиева прошла региональная научно-практическая конференция «Современное состояние перспективы развития периодической печати на национальных языках», посвященная столетию газеты Карачаево. Событие собрало представителей научного сообщества, духовенства, общественных организаций, а также журналистов, редакторов, учителей школ, преподавателей и студентов, заинтересованных в сохранении и развитии национальной прессы. Ректор Кочегу Таусултан Узденов отметил важность сохранения и развития национальных языков и культур, а также роль периодической печати в этом процессе. Было подчеркнуто, что газета Карачаево за 100 лет своего существования сыграла значительную роль в формировании карачаевской национальной идентичности и сохранении карачаевского языка. Первая неделя октября ознаменована Днем Учителя. И сегодня о философии преподавания, о руководстве школы и многом другом нашему корреспонденту Белле Джозаевой рассказала почетный работник общего образования России, директор общеобразовательной школы поселка Кавказский Сайдат Арсланова.